В Актюбинской области завершается ремонт дороги Актюбе-Кандагаш. Этот участок – часть масштабного проекта по реконструкции транспортного коридора Актюбе-Атерау границы Российской Федерации. До конца года работы планируют завершить и открыть трассу. Но поскольку этот регион находится на транзите всех автотранспорта, который идет в Россию или в Европу, и важность этого еще вдвойне-втройне усиливается. И мы видим из новостей, что и люди гибнут на дорогах, и много времени уходит, и бизнес несет потери и так далее. То есть важность какого-то нового подхода к дорогам трудно переоценить. Именно поэтому в послании текущего года президент особое внимание обратил именно на строительство дорог новых и ремонт действующих дорог. Еще несколько лет назад дорога по направлению Актюбе в Кандагаш была вся в ямах и ухабах. Ездить по ней опасно, говорят жители близлежащих населенных пунктов. Поэтому ремонта трассы ждали давно. К ее реконструкции приступили в 2021 году. Делать ремонт дорог в стране качественно поручил сам президент Касымжумар Тукаев. Если сейчас в Казахстане ежегодно среднему ремонту подвигается две с половиной тысячи километров, то он поручил довести эту цифру до 10 тысяч километров среднего ремонта дорог в год. И тут же он поручил, что это должно быть не просто строительство и ремонт, а это должно быть качественно. Это должно быть вовремя, это должно быть рационально, потому что это все равно будет за счет бюджета. И он поручил разработать информационную систему, в которой можно контролировать эту работу. И мы вот можем сообщить, что наша компания работает с Акиматом Активенской области вот несколько месяцев, и мы попытались решить этот вопрос, выполнить поручение президента. Общая протяженность дороги Активе-Кандагаш 96 километров. Из них 75,5 соответствуют первой технической категории с четырехполосным движением. На всем остальном протяжении две полосы. За качеством применяемых материалов и строительных работ ввели строгий контроль, говорит генеральный директор Национального центра качества дорожных активов Уладбек Айтбаев. Все минусы устранены. Все материалы соответствуют техническим нормативам. Гарантийный срок ремонта пять лет. Если в течение этого времени обнаружится упущение, подрядчик должен будет устранить их за свой счет. Ежедневно по этой дороге проезжают порядка 7 тысяч автомобилей. Сейчас движение открыто по двум полосам. Через месяц планируют полностью ввести трассу в эксплуатацию. Укладка асфальтового покрытия на всем протяжении практически завершена. В 10 раз стало лучше. Раньше, чтобы добраться из Тамды в Ак-Тюбе, я тратил два часа. А сейчас доезжаю до города за 45 минут. Дорога Ак-Тюбе-Канда-Агаш – часть большого проекта по реконструкции трассы Ак-Тюбе от РАУ границы Российской Федерации. Его реализация имеет большое значение для регионов. Общая протяженность коридора – 884 километра. Из них отремонтировали 732. Мы в рамках нашей платформы, информационной системы проектного управления, мы разработали такой модуль, который позволяет полностью контролировать все планирование работы, ремонтных работ по каждому участку дороги, бюджет контролировать и фактическое исполнение, сделано или не сделано. И все это оперативно, онлайн, в режиме реального времени. И этому можно подключить, как и поставил задачу президент, не только ответственные госорганы, сотрудников управлений, акиматов районов, городов, это и касается и внутригородских дорог, но и общественный мониторинг, общественный контроль. В этом году, в 1 апреля, вступил закон о общественном контроле. И по идее в эту систему можно дать доступ депутатам, представителям партий различных, общественным активистам, блогерам, чтобы они контролировали какие-то участки дорог. Тем временем в Актюбинской области приступают к реализации еще одного крупного дорожного проекта. Речь идет о трассе Актюбе-Храмтау-Карабутак-Улгайсын, которая давно требует реконструкции. На первом этапе отремонтируют 28 километров дороги. Сейчас в Актюбинской области реализуется 112 проектов дорог за счет бюджета ремонта дорог. И все эти 112 проекты занесены в систему. Любой в режиме реального времени может зайти и посмотреть, как эта дорога ремонтируется. План-график и факт исполнения. И можно спросить с подрядчика, можно видеть, какой подрядчик нахватал несколько объектов и не справляется, потому что у него не хватает техники, людей, денег. И это тоже позволяет делать аналитику и не повторить эти ошибки в 2025 году. И в 2025 году те проекты, которые 2025 года уже сейчас вносятся здесь в Актюбинской области в систему для того, чтобы уже более тщательно спланировать. И система так устроена, что бизнес сам может это планировать, вести, потому что ему саму это выгодно, чтобы все сделать, выполнить взятые на себя обязательства. Обход Кандагаша сейчас полностью эксплуатируется. На первой категории идет обустройство дороги, знаки освещения, барьерное ограждение. Срок службы должен составить 15 лет. Система так устроена, что это сам подрядчик, его менеджер может вести, а сотрудник, скажем, заказчика, представитель заказчика, видит все это в онлайне и контролирует, и принимает работу или не принимает. В областном центре в этом году тоже активно ремонтировались дороги. Одним из участков стал проспект Нокина. Качество нового асфальта на днях проверяли сотрудники центра качества дорожных активов. Мы сейчас находимся на улице Нокина, где производится средний ремонт автомобильной дороги Нокина. В данный момент подрядной реализации уложено нижний слой асфальта бетона. При проверке центра качества выявлено несоответствие толщины проектной сметрии документации. В сегодняшний день мы со своей стороны определяем квадратуру уложенного несоответствия. На данный момент на первой точке выявлено 30 метров. Эти 30 метров подрядная реализация за свой счет должны будет вырезать и уложить в заново слой. Несмотря на переменчивую погоду, в октябре на минувшей неделе возобновились дорожные работы на нескольких улицах. В частности, подрядчики решили благоустроить улицу Оспаново. Здесь на большей части дороги уложено два слоя нового асфальта – ливневки, бордюры и заасфальтированные парковочные карманы. В данное время мы работаем по улице Оспаново. Сегодня идет полностью до вечера подготовительная работа. Мы готовим улицу под асфальт. Вернее, на завершающий слой шма будем ложить. Если погода позволяет, завтра с утра мы будем ложить завершающий слой. Ливневки, бордюры, первый слой асфальта крупной зернице положили. Теперь остался завершающий слой. Остальные все работы закончены. Многие годы горожане жаловались на качество дороги улицы Оспаново. Этим летом ремонт наконец стартовал. Работы взяли на себя сотрудники компании из Атарау. В этом году по договору подрядчики из Атарау получили заказ на ремонт 15 участков дорог в нашем городе. 8 из них будут завершены в следующем году. Кроме улицы Оспаново, ремонт дорог также продолжается на перекрестке проспекта Нокино и улицы Шерняза на проспекте Мира в районе Жилгородок. Также завершили улицы Валиханово, Алтунсарина, Урасотеуло, Лачугино закончили. Завершаем Заречник-3, улица Ташеново. Ну, у нас вообще на этот год планировался с переходящим 15 улиц. Из них останется на следующий год 8 улиц. Ну, если погода позволяет, мы их тоже будем закончить. Ну, сейчас погода портится, поэтому мы особо рисковать не будем. Акимобласти Асхат Шахаров на днях встретился с руководителями компании, которые строят социальные объекты в области, в том числе и дороги. В ходе совещания Акимобласти спрашивал застройщиков о причинах не сдачи объектов в указанные сроки. Некоторых из гостей разгневанный глава региона выгнал из зала заседания, поручив разорвать с ними договора. Асхат Шахаров раскритиковал работу сотрудников ТО «Арсбилдинг». Компания заключила договор на строительство школы на 600 мест в Кандагаше, еще в 2021 году. Стоимость работ по проекту составила почти 2,5 миллиарда тенге, но во прошествии трех лет школа так и не была сдана. Во время рабочей поездки в Мугалжарский район в прошлом году Асхат Шахаров встречался с подрядчиком, и тот пообещал сдать учебное учреждение в этом 2024 учебном году. Слово свой застройщик не сдержал, чем разгневал главу региона в ходе совещания. Субтитры создавал DimaTorzok